МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Реконструкция завершилась. Как изменились парк Насосин и сквер на Мира? Киновертикаль 2022. Воспитанники детской школы искусств номер 2 получили дипломы международного фестиваля конкурса. Читаем вслух. Дворец детского творчества продолжает городской проект. Далее расскажем по всем подробно. СОРОВ признан одним из городов-лидеров Нижегородской области по реализации программы обеспечения очередников жильем. В этом году Управление по жилищным вопросам помогло соровчанам получить 29 квартир, 158 мест в общежитиях, 10 денежных выплат на приобретение жилья. Глава города Алексей Сафонов отметил, что социальное жилье в других муниципалитетах практически не строится. Там работают программы для льготников. Наше решение – закрывать те обязательства, которые были взяты перед горожанами. Каждый год в Нижний Новгород отправляется статистический отчет. Нам говорят, что СОРОВ всегда лидирует по количеству улучшивших свои жилищные условия. У нас ежегодно реализуются все программы. Всегда есть жители, которые благодаря поддержке города смогли улучшить свои жилищные условия, сообщил руководитель муниципалитета. Работы по уменьшению очереди будут продолжать. К примеру, сейчас решается вопрос о реконструкции крыла на Менделеево, 62, где будет 10 квартир. Напомним, претендовать на поддержку по жилищным программам могут люди, которые признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий. Получить подробную информацию можно по телефону 977-51. Сквер на Миро и парк Сосино стали объектом пристального внимания депутатов городской думы и представителей администрации. Обе территории реконструировали в рамках исполнения национальных проектов. Подробности в следующем репортаже. За лето в сквере на проспекте Мира демонтировали старое покрытие тротуаров, заменили его на брусчатку. Дорожек стало больше. По ним можно выйти на проспект Мира, улицу Держинского и на проезд Вите Крабкова. Так завершились первые работы в сквере в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В следующем году планируют приступить ко второму этапу. Это ремонт фонтана, лавочек, а также установка освещения. В апреле месяце мы заключили контракт с заказчиком, с управлением капитализма администрации. Активная фаза работы была проведена за три месяца. Июль, август, сентябрь. За это время удалось выполнить практически все работы. Работы все завершены. К некоторым дорожкам примыкают территории со специальным покрытием. Здесь планируется установка детских мафов. Депутаты Градской думы также посмотрели результаты работ в парке имени Сосина. В соответствии с проектом здесь установлены подиумы для проведения мероприятий, лавочки, качели, детская и спортивные площадки, а также обустроена специальная территория для занятий с собаками. В парке работают системы освещения, оповещения и видеонаблюдения. Про подрядчика свои обязательства он выполнил срок по контракту. Все те подрядные организации, которые здесь выполняли тоже свою работу, тоже выполнили свои обязанности срок. Поэтому никаких тут каких-то существенных вопросов и проблем при реализации этого проекта не было. Сейчас в парке налаживают основные системы. При реконструкции парка постарались учесть мнения и пожелания соровчан. Поэтому на территории оставили нетронутой большую часть деревьев. Территорию парка обслуживает муниципальные учреждения, Центр развития культуры и искусства. Парк обслуживался даже во время реконструкции, потому что северную часть парка ее сдали в том году. Поэтому на ней дворники, как говорится, всегда присутствовали. С 1 апреля уже парк начал функционировать, несмотря на то, что здесь шла реконструкция и часть парка убирали. Постоянно были тут молодежные, и дети были на спортивных площадках. В скором времени парк Сосина планируют сделать местом культурного притяжения и проводить здесь городские мероприятия. Физик-лазерщик Александр Сергеев, который возглавлял Российскую Академию Наук с 2017 по сентябрь 2020 года, переходит на работу в Национальный Центр физики и математики. Он согласился стать научным руководителем НСФМ, пишет Российская газета. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Министерство просвещения утвердило перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов на учебный год. В список вошло более 600 мероприятий, которые разделены на несколько уровней. Для участников конкурсов и олимпиад предусмотрены различные формы поощрения и поддержки. Они могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в УЗА. Чем выше уровень состязания, тем больше льгот и преимуществ получит выпускник. Одно из конкурсных испытаний высшего уровня – Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится по 24-м общеобразовательным предметам в течение учебного года. С полным перечнем мероприятий можно познакомиться на сайте Минпросвещения. Смертность превысила рождаемость Нижегородской области почти в два раза с начала этого года, сообщили в Нижегород-стате. Так, с января по август в регионе родилось 16 177 человек. При этом зафиксировано 32 640 смертей. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Нижегородской области составляет 61 год. Планируется, что продолжительность жизни нижегородцев вырастет на год. Дом молодежи открывает прием анкет на праздник чествования «Союз сердец и судеб». В этом году торжественное мероприятие состоится 1 декабря в 18 часов. Принять в нем участие могут пары, отмечающие на протяжении всего этого года юбилеи. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет совместной супружеской жизни. Для этого необходимо заполнить анкету и подать ее в Дом молодежи до 7 ноября. Телефон для справок 9-82-52. В эти входные в Ледовом дворце пройдут встречи команд в рамках первенства России среди юношей региона Поволжья 2010 года рождения. Воспитанники спортивной школы «Саров» встретятся с командой «Элитер» из Ульяновска. В субботу начало игр в 17.15, в воскресенье в 9.15. Вход на матчи свободный. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Всемирный день зрения отмечают во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Его цель – привлечь внимание к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации таких пациентов. Что нужно знать, чтобы сохранить здоровье глаз? Расскажем далее. Более 2 миллиардов человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения. Такие данные приводят ВОЗ. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Причем 82% всех людей с нарушениями зрения – это люди в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последнее время число пожилых людей увеличивается во многих странах, то и больше людей будет подвержено риску возрастных нарушений зрения. Большинство проблем можно избежать, если своевременно задуматься о профилактике. Очень много пациентов, которые обращаются с головными болями, к неврологам, ищут у себя опухоли, делают МРТ. А на самом деле всего-навсего просто им, у них идет перегрузка аккомодационного аппарата вследствие их работы, вследствие отсутствия коррекции, потому что многие люди отрицают очки для работы вблизи. Сегодня большинство людей много времени на работе, и не только проводят за монитором. Врачи советуют обязательно делать перерывы, разгружать аккомодационную мышцу. Например, можно бы дойти к окну, посмотреть на объект сначала вблизи, потом вдали. Мышца при этом сокращается и расслабляется, таким образом отдыхает. Ни универсальных советов, ни универсальных лекарств просто не существует. Поэтому, когда мы слышим, как только я слышу, что какое-то лекарство или биодобавка лечит, и катаракту, и глоукому, и отслойку сетчатки, мне сразу становится понятно, что это, по крайней мере, производители или те, кто рекламирует данный препарат, они просто лукавят. Такого быть не может. Если у человека нет какого-то хронического заболевания органов зрения, то офтальмологу достаточно показываться раз в год во время медосмотра или диспансеризации. Особенно внимательными нужно быть диабетиком, поскольку диабет вызывает поражение глаз. Офтальмология не стоит на месте. За последние годы существенно изменились подходы к лечению, в том числе оперативному. Если раньше было такое понятие, что катаракта должна созреть, чтобы ее оперировать, то сейчас мы берем пациентов с остротой зрения 60-70 и больше процентов. То есть главным критерием хирургического вмешательства является неудовлетворенность пациента своим зрением. Чем операцию делать раньше, тем ее делать легче и для пациента, и для хирурга, и риск развития определенных осложнений ниже. В клинической больнице номер 50 к услугам саровчан современное оборудование. В офтальмологическом отделении помогают пациентам с диапетической ретинопатии, тромбозами вен, сетчатки, близорукостью высокой степени и другими серьезными болезнями глаз. Воспитанники детской школы искусств номер 2 стали призерами 9-го международного фестиваля конкурса детского и юношеского кино «Кинвертикаль». Работы медиастудии отметили специальными дипломами за самую сплоченную актерскую команду, за идею и ее художественное воплощение. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Кинвертикаль» проходит в Саратове в девятый раз. В этом году он приобрел статус международного. Свои работы прислали участники 29 регионов России и 25 стран зарубежья. Журец смотрели 445 фильмов, что составило 30 часов видеоматериала. Участники съехались в Саратов, и целую неделю у них происходили какие-то мероприятия, такие как мастер-классы по разным направлениям, и мультипликации, и сюжетные ролики, и игровые фильмы. Все эти мастер-классы мы смогли посмотреть онлайн, потому что мы попали только на закрытие. Четыре работы медиастудии «Фристайл» детской школы искусств номер 2 попали в шорт-лист фестиваля. За два фильма саровчане получили специальные дипломы. В фильме «Дерево добра» отметили сплоченную актерскую команду. А работа «Дед, меня все достало» получила приз за идею и художественное воплощение. «Дед, меня все достало» – это игровой ролик. Причем на мастер-классе по игровым фильмам мы обратили внимание, что наш фильм разбирали, обсуждали, насколько сюжет был продуман детьми хорошо, и что показано то, что детей на самом деле волнует. В фильме «Дерево добра» ребята рассказали об одном из отделений детской школы искусств. Художественные обработки дерева. Медиастудия «Фристайл» третий раз участвует в этом конкурсе. И первый раз был для саровчан победным. Фестиваль «Киновертикаль» проводится при поддержке фонда президентских грантов. Президент фестиваля – режиссер-мультипликатор. Призерканского кинофестиваля – Гарри Бардин. Дворец детского творчества продолжает городской проект «Читаем слух». В этот раз навыки выразительного чтения продемонстрировали ученики пятых классов. Их вниманию предложили повесть Владимира Железникова «Чудак из пятого Б». Повесть «Чудак из пятого Б» Владимир Железников написал 60 лет назад, в 1962 году. Десять лет спустя появился одноименный фильм. В повести много советских реалий и понятий, такие как «Октябрёнок», «Пионер», «Шефство». Но и по сей день забавная история о советских школьниках остается доступной и понятной современным детям. Веселит и в то же время заставляет задуматься над важными вещами. Одну историю про такого мальчика из пятого Б Борюс Бальдута мы с вами сегодня и почитаем. Как он волею судеб вдруг стал шефом у первоклашек. И чем это все обернулось для него и для этих ребятишек. В рамках проекта «Читаем вслух» во Дворце детского творчества пятиклассники школ города начали чтение повести «Чудак из пятого Б». Произведение о ровесниках не оставило ребят внадушными. В главном герое повести Борисис Бальдута и его друзьях школьники могли узнать и себя, и своих товарищей. Девочки с красинчиками, мальчишки с челками, да еще одна имена двоих и троих. Довольно решительно приврал я этот поток имен. На первый раз достаточно, хватит. Отошел к окну, чтобы сосредоточиться и увидел, как Настя и Сашка пересекали школьный двор. Слушая веселую историю Бориса с Бальдута, смеялись даже взрослые. А многие участники проекта, несмотря на юный возраст, читали вслух с выражением, правильными интонациями и эмоциями. В результате у нас вышла настоящая современная дуэль. Из-за женщины. Потому что каждому из нас было ясно, чего мы здесь околачиваемся. А тут появилась и сама виновница нашего поединка. Примерно половина пятиклассников участвовало в проекте «Читаем вслух» в первый раз. Многие волновались, вставая перед микрофоном, но все-таки справились со своей задачей на отлично. Очень хотелось. Потом что-то прям вот сидишь и все как-то переворотилось. А потом рассказываешь, а вроде и хорошо, и понравилось даже. Мне понравилось тем, что там все такие повороты неожиданные, так все интересные и где-то смешно. Произведение мне очень понравилось, оно очень красиво. Всякие неожиданные также повороты. Вообще оно очень само по себе красивое. Мои одноклассники очень хорошо все прочитали. Я за них рада. До конца месяца в рамках проекта «Читаем вслух» планируют провести еще одну встречу. Только читать вслух будут уже педагоги. 28 октября в Дворце детского творчества прозвучат стихи Марины Цветаевой. Воспитанницы детской школы искусств Ксения Занина и Василина Афонина вернулись с победой из двух престижных музыкальных конкурсов. Копилку наград девочки пополнили дипломами лауреатов и гран-при. Подробнее об успехах саровчанок расскажем в следующем репортаже. Ксения Занина – постоянная участница различных конкурсов и фестивалей. За плечами девочки немало выступлений и побед. Очередное звание лауреата она завоевала на международном конкурсе «Star Friends». Ксюша выступала с песней «Улыбайся» в номинации «Эстрадный вокал». После летних каникул было волнительно возвращаться на сцену. Но мы с Анжеликой Анатольевной подготовили репертуар новый и приготовили новую песню. Поехали с ней на конкурс. И я ее постаралась прям выложить на максимум. Жюри это оценила и присвоили мне лауреат первой степени. Это очень крутой результат. Еще одна воспитанница детской школы искусств Василина Афонина выступила на девятом международном конкурсе творчества и искусства «Винарт». Юная вокалистка исполнила две новые песни и получила гран-при. Награда такого уровня первая у Василины. Впечатления невероятные. Я очень рада. Я даже была удостоена специального приза, денежного приза. Сейчас столько возможностей. И даже несмотря на то, что я родом из маленького городка, вот есть возможность сесть в другие города, развивать свои какие-то навыки, возможности, выходить на сцену, бороться со своей какой-то скромностью и так далее. Вообще сейчас такое время можно пробовать и все обязательно будет получаться. Останавливаться на достигнутом девочки не собираются. Новый конкурсный сезон только начинается. Впереди фестивали в Санкт-Петербурге, Владимире и других городах. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.